Улица зачастую место самостоятельной жизни ребенка. Он один принимает решения, познает мир и заводит новых знакомых. Поэтому тема улицы стала ключевой на форуме «Общество дружелюбное детям». Порой дети именно на улице предоставлены сами себе и от безделья могут попасть в неправильную компанию или серьезно пострадать. Чтобы этого не случилось, ребенок должен быть занят делом, даже когда отдыхает. Это может быть спорт, различные игры, квесты или кружки. Необходимо настойчиво создавать альтернативу соблазнам и рискам улицы. Увеличивая пространство безопасных соблазнов. И таких мест соблазнов, интересных развозностной детской аудитории, должно быть в городах достаточно много, причем сетевых. Как и полезных и безопасных облачных интернет-продуктов. Сейчас в Красноярске открываются различные пространства, где для молодежи представлен широкий спектр досуговых занятий. Альтернативой этому служат дворы. Многие площадки рассчитаны на активный образ жизни. Причем создателями мест для развлечений и отдыха порой становятся сами дети. Они предлагают свои идеи, где бы они хотели проводить свободное время. И подобных пространств и проектов для детей будет только больше. В Красноярском крае очень интенсивно развивается эта сфера, хотя впереди еще очень много работы. Мы имеем серьезные инфраструктурные практики, например, как Красноярский центр «Пилот» или центр экстремальных видов «Спортекс». Мы имеем и такие социокультурные проекты. Вот сегодня на форуме представляется 30 лучших практик по работе с детьми в уличной среде. На форум приехали около 300 специалистов со всего края. Это педагоги, социальные работники, участковые, сотрудники дорожной полиции. Также форум посетил губернатор Красноярского края. Виктор Толоконский отметил, что сейчас важно не только разрабатывать проекты, чтобы занять детей, но и готовить учителей. Преподаватели должны идти в ногу со временем и потребностями юных жителей края. Сознание детей во многом формируется в социальной вот этой среде лидерами, которые являются взрослые, которые взяли на себя эту ответственность. Но они получают какой-то отбор, образование, практику. Все здесь нужно усиливать, совершенствовать. Опять же, может быть, правильно стимулировать, понимать, что что-то мы еще недостаточно сделали, отбираем не по самым правильным критериям. Что-то изменить в самой системе подготовки. Опять же, понимая, что задача учителя, педагога – не информацию передать, а нравственную энергию. Телеканал «Инисей» в работу с детьми включается постоянно. Этим летом был запущен социальный проект «Большой велопробег по городам края». Участие в нем приняли дети из детских домов региона. Для них это было большое путешествие с новыми эмоциями. На форуме ребята показали всем клип. Его сняли на песню, которую они сами сочинили. Зрители не сдерживали эмоций. Но самое главное – в велопробеге участники нашли новых друзей. Мы, отправившись в велопутешествие, совершенно четко для себя поняли, что система сегодня есть, она работает, что ребята не обделены ничем. У них, по большому счету, есть все, что есть у обычных ребятишек, а может быть даже больше. Но у них нет этого душевного тепла. И, к сожалению, общество сегодня готово дать этим детям много, но не готово поделиться своим, своим личным. По итогу форума специалисты предложат новые идеи по работе с детьми. Это должен быть современный план действий. Екатерина Погорелова, Денис Тимошенко. Новости.